всем привет с вами команда mapbets и сегодня мы собрались чтобы разобрать то главный бой на и и сей 123 и чигин против сильверия и со мной как сет роман ромб и да ребятки я рад всех приветствовать да и не будем затягивать долгий ящик здесь мастодонт российского мма георгий кичигин и такой же мастодонт российского мма или сильверио хотя естественно не наш нерусский парень да и лес но у кучу боев провели оба парня очень опытные но с разной абсолютно стилистикой хотя сильверио тоже любит побороться стилистически так кажется что кичигин в целом борется магомедов не так давно удалось завалять сильверио и возможно это получится сделать у кичигина но так ли тут все просто потому что если подумать то сильверио отлично защищается от трикдаунов он и сам умеет переводить и контролировать при этом у кого еще лучше грэплинг да это большой большой вопрос и мне кажется что именно грэплинг на стороне сильверио защита у него тоже хороша плюс он обладает отличным кардио по крайней мере обладал да вот и скорее всего в этом компоненте он тоже будет происходить кичигина рома как ты думаешь сложится бой и действительно ли по кардио сильвери будет происходить кичигина ну это конечно наверное большей степени зависит от подготовки в принципе у кичигина не такое и плохое кардио но да он устает конечно и вообще ну прошлый бой я бы не сказал что ну при прям вообще плохо провел но мало что конечно у него там получилось но но гаджи мурат хиромагомедов он конечно сейчас очень серьезный ход в организации набрал и соответственно ну вот такое вот поражение получилось а вообще да у кичигина сейчас в организации 11 то есть первый бой он выиграл с маму джоном хамдамовым но тут нужно тоже понимать что этот бой крайне близко крайне близким тут он был очень сложный и что интересно хамдамов переводил кичигина переводил в некоторых моментах он защищался от его тейкдаунов и накрывал его сверху после чего контролировал и в целом да действительно близкий бой ну чуть больше чуть больше в контроле все-таки провел кичигин вот и и действительно по большому счету это все-таки человек который предпочитает в основном именно в партере решать так сказать все свои проблемы в бою и у него ну партер вроде как и неплохой особенно раньше был вот но в любом случае я думаю очень важный конечно момент это именно подготовка это именно настрой георгия кичигина потому что были у него ну скажем так в последнее время вообще в целом у него такие на мой взгляд не самые лучшие выступления да и собственно в организации one где он не вышел на третий раунд там он снялся да ну по сути да так скажем визуально показалось что у него уже особо желание там драться не было были очень сложные там два раунда в которых он устал но вроде как травма там у него была вроде когда но опять же это так сказать информация спорная там мы еще в бойцовском клубе диванных аналитиков тоже немножечко про этот бой поговорим да здесь я не буду так сказать выкладывать информацию которая может травмировать уши фанатов георгия кичигина да вот но в любом случае далее он выиграл бой затем вот он встретился с оттоном джаса да это было вот девятнадцатом году и я просто хочу заметить это к чему говорю просто от джаса вот это парень которого сам миш нами уже выигрывали много раз ну просто вот как бы к слову да то такой бразилец его много кто выигрывал и налегке и совсем недавно задушил его по сути можно сказать практически чистый ударник борис медведев да но кичигин докатал до решения с ним он в любом случае выиграл там очень много на нем висел да ну здесь уже тоже конечно были ну скажем так вопросы к тому почему он не удосрочил соперника которого можно было только тогда срочить очевидно что этот бой ему дали именно для того чтобы он выиграл до свои максимально навыки проявил вот далее на рсс и клебера соуза он сумел удосрочить причем очень очень и очень легко и перес первым раундом в доминационной манере забрал вот ну и соответственно вот затем на такой очень спорный сложный бой с самому джоном и поражение гаджи мурату в реванше и по сути гаджи мурату мало что он смог сделать потому что гаджи мурат хиромагомедов его переводил несколько раз контролировал прижимал к сетке в конце второго раунда даже немножечко потряс его ударом да вот и соответственно выиграл этот бой но что касается элиса сильвери антка кстати да еще стоит заметить что кичигин насколько я понял вообще небольшую подготовку в горах провел к этому бою не я не знаю как ему это поможет то есть по идее да ну типа работа над кардио проводится это все-таки очень важно и он очень много тренировался перед этим боем с с тем же шавкатом рахмоновым к примеру вот поэтому ну вроде как на строй него серьезный данный бой и подготовка вроде как нормально но это мы конечно увидим в бою а что касается элиса сильверио тоже кстати у него отличная подготовка я в инстаграме да посмотрел него форма превосходная вот ну да сейчас у него такая вот не очень хорошая серия да из двух поражений подряд но вопрос в том как именно прошли эти бои да проиграл тому же гаджи мураду хиромагомедову по сути тоже ну не тоже точнее а бой здесь был очень такой конкурентный и сильверио и защищался неплохо и сам гаджи мурата несколько раз переводил но гаджи мурата удавалось там свипать да и то есть ну и как я сказал гаджи мурат прямо сейчас на очень и очень серьезном ходу так сказать соответственно до сильверио не смог его пройти но в крайнем бою встречался с али баговым да проиграл единогласным решением но бой был крайне такой близкий решение было спорное да очень многие люди были с этим не согласны можете даже знаете просто зайти на ю тубе набрать до сильверио багов и посмотрите комментарии под этим боем очень много не согласных с решением потому что действительно были здесь такие моменты да что багов сильверио сумел перевести в первом раунде проконтролировал его по сути до 1 раунд но вот затем и 2 и 3 раунд по большей части сверху был именно элиас сильверио причем прям большая часть раундов на но багов наносил делал много работы снизу какие-то удары наносила вот за счет этого ему отдали единогласным решением вот и соответственно в любом случае бой был этот крайне близкий крайне близки да и и что интересно опять же тут стоит заметить да что по сути проиграв первый раунд и элиас сильверио именно в партере сверху во втором и в третьем оказывалось у него кардио в принципе вполне себе вменяемая да вполне нормальный она у него всегда была очень хорошая он реально уже много раз приезжал в россию ну такой уже чисто местный практически боец и он много раз совершал апсеты до выигрывал российских бойцов небезызвестных и соответственно нанес первое поражение тому же сагиду из-за гахма его выигрывал арби агуева да ну тоже это ребята которых не так и и просто пройти ноут сильверио это удавалось и как раз таки за счет своих борцовских на навыков да за за счет своего грэплинга за счет своего кардио конечно же это немаловажно вот соответственно в целом выглядит все тогда если именно с скажем так представить кто все-таки лучше и сравнить именно выступление в крайних двух боях у каждого из них вот на мой взгляд элиас сильверио выглядит по предпочтительнее хоть он и на два с половиной года по постарше да и по габаритам немножко будет уступать но тем не менее я считаю что от защищаться он вполне себе способен кстати у сильверио стойка тоже далеко не не самая плохая как мне кажется вот и соответственно что немаловажно да кичигин возможно устанет то есть это это точно не известно но именно опять же по предыдущим двум боям мы можем сделать вывод что у сильверио кардио получше поэтому мне кажется что сильверио здесь выглядит по предпочтительнее мне кажется он сможет контролировать большую часть боя здесь вот но что касается коэффициентов да сразу стоит заметить что на данный момент коэффициентов нет я не знаю кто здесь будет фаворитом вот и я просто предположил бы что возможно кэффи будут близкие может быть даже равные но вообще как мне кажется сильверио здесь небольшим фаворитом должен быть и в целом я здесь именно ему даю предпочтение вот такое у мнение ну да для тех кто любит ставить оговориться что в принципе наверное учитывая что бой вполне возможно что будет близким на фаворитом большим или так сказать среднем там от 1 4 до 16 смысл брать абсолютно нет ну в принципе ни того ни другого да потому что шансы плюс-минус реально близкие если будут равны кэффи уже можно думать отталкиваться от формы и так далее да так по стилистике домой тут рассказали вам как что и куда или сильверио сюда он нельзя забывать про его стойку да потому что тут этот фактор может сыграть действительно если он сделает акцент сам геймпо именно на стойку потому что целом бороться с кичигином скорее всего ну по крайней мере первых раундов тоже не не особо есть логика в этом до логичнее гораздо вот его вымотать как бы по ударами по корпусу погонять его до чтобы он устал потом бороться вовсе не смог но посмотрим бойцы не всегда делают как логично поэтому будем смотреть будем наслаждаться этим боем надо пишите свое мнение по бою в комментариях на что на что вы будете ставить кто вы думаете победит вот и в целом ставьте лайк подписывайтесь на канал пишите что вам еще интересно на этом канале и всем пока да на ребятки собственно мы хотел бы заметить в конце да что разбор всех остальных боев также будет абсолютно всего карда в нашем бойцовском клубе диванок аналитиков плотненько до подразберем каждый бой в привычном формате подкаста поэтому кому интересно в описании закрепленном комментарии будет ссылка ссылочка да и также конечно же кому именно интересны прогнозы также есть такая возможность я оставлю ссылку в описании закрепленном комментарии прогноза от ммабет но на сегодня у нас все спасибо за внимание всем пока